Добрый день! Сегодня в своем видео я хочу рассказать и показать, как можно вкусно приготовить салат мимозу. Для этого нам понадобится либо рыба отварная, либо консерва в масле, горбуша, сардина, любая абсолютно, но чтобы в масле было. Яблоко тертое на терку, чернослив, арахис обжаренный, яйца тертые на терку и заранее я лук порезала на мелкие кусочки и добавила несколько капель лимона, чтобы снять с него горечь и майонез. Итак, первым делом сейчас я возьму, разотру рыбу в масле вместе с этим соком до однородной массы. И это будет первый слой моего салата. Вот я размяла рыбку с маслом, соком, в котором она была законсервирована. Теперь я выкладываю следующий слой, это репчатый лук, который я предварительно вымочила немножко в соке лимона. То есть порезала лук и добавила несколько капель лимона. Главное с лимоном не переборщить, потому что тогда будет лук очень кислый, а нам такой лук не надо. Он будет портить вкус салата. Итак, вот я выложила лук. Следующим слоем я выкладываю яблоки, перетертые на терку. Вот я выложила яблоки, они у меня немножко потемнели. Следующий слой я выкладываю яйцо отварное и перетертое на терке. Яйца я не люблю резать вручную, мне больше нравятся на терке перетер. Они больше мне в таком виде импонируют. И так полностью все яйцо по всему салату. Итак, яйца я выложила и одну часть блюда залила майонезом. Я обычно салаты все не заливаю майонезом, потому что, чтобы они не портились. Следующее мое действие, я порезанный чернослив выкладываю по всему салатику. Кто-то может любит побольше, можно его добавить. То есть, как бы это желание, скажем так, семьи и человека, который готовит это все дело. Дальше я посыпаю это все арахисом жареным и посыплю зеленью. Либо свежей, либо сушеной. Зеленью будет замечательный вариант. Так, теперь я это все посыпаю зеленью, петрушечкой, можно укропчиком, без разницы, с чем вы посыпите. И поставлю в холодильник, пускай мой салат пропитается, все его вкусы соединятся. И потом можно будет его кушать. Вот и все. Подписывайтесь на наш канал и узнаете много чего полезного и интересного для себя. До новых встреч!